В качестве международной военно-политической организации НАТО была создана после Второй мировой войны. Цель – защита стран Запада от возможной экспансии Советского Союза. 5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль очертил контуры будущего противостояния США и СССР. В историю его выступления вошло как знаменитая фултонская речь, и она считается маркером начала Холодной войны. Подготовка к созданию блока велась несколько лет, но носила теоретический и пассивный характер. Однако на европейской части континента параллельно стали объединяться и страны так называемого социалистического блока. В результате в апреле 1949 года был подписан Вашингтонский договор о создании Североатлантического альянса. В противовес ему в 1955 году страны соцблока создают организацию Варшавского договора. Основателями НАТО стали 12 стран Европы и Северной Америки. Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. В качестве основной цели НАТО страны альянса указывают на обеспечение коллективной безопасности и обороны всех входящих в неё стран. Новые члены вошли в организацию впервые в 1952 году, и ими стали Турция и Греция. В 1955 году в блок вступила ФРГ без территории бывшей ГДР, которые присоединились к НАТО 3 октября 1990 года после объединения Германии. Далее в Североатлантический альянс вошли также. Испания в 1982 году, Чехия, Венгрия и Польша в 1999 году, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Словакия, Словения в 2004 году, Албания и Хорватия в 2009 году, Черногория в 2017 году, Северная Македония в 2020 году, Финляндия в 2023 году и, наконец, Швеция в 2024 году. Первый крупный скандал внутри самого НАТО разразился в 2014 году во время саммита Альянса. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил союзников в невыполнении обязательств. Однако с тех пор вопрос финансирования НАТО улучшился, что связано с изменением геополитической ситуации в Европе и в целом в мире. Когда в 2014 году на саммите НАТО мы дали обещание инвестировать 2% ВВП в оборону, только три союзника выполнили эту задачу. Сегодня 23 союзника инвестируют не менее 2% ВВП в оборону, что является рекордно высоким показателем. В плане сдерживания, в плане обороны мы развернули боеготовые силы на восточном фланге НАТО, внедрили самый всеобъемлющий план обороны со времен Холодной войны. И теперь в Альянсе более 500 тысяч военнослужащих в состоянии высокой готовности. Сегодня мы решили адаптировать командную структуру НАТО, усовершенствовать наши интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны и продвинуться дальше в плане обороны с необходимыми возможностями. Все это стало возможным благодаря историческому росту оборонных инвестиций в Альянсе. Впервые силы НАТО приняли участие в военной операции только в 1990-е годы при создании беспилотной зоны над Боснией и Герцеговиной. Также миссия НАТО была развернута в Афганистане в 2001 году. Статья 5 НАТО была применена 11 сентября 2001 года в первый и единственный раз за свою историю организации. Статья оговаривает, что вооруженное нападение на одно или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Такой атакой тогда были признаны террористические акты, совершенные против США. Далее силы Альянса в 2008-2016 годах провели ряд операций против пиратов на восточном побережье Африки. А в 2011 году были применены в Ливии. Помимо военных аспектов, НАТО реализует также мирные инициативы. Альянс стремится к укреплению стабильности стран-участников и к сотрудничеству в международных отношениях. Сотрудничество НАТО с Азербайджаном имеет 30-летнюю историю и проходит в атмосфере взаимопонимания и поддержки. Взаимодействие осуществляется в рамках программы «Партнерство во имя мира» и включает вопросы безопасности, обороны, энергетической безопасности, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие аспекты. К примеру, в июне 2024 года военно-воздушные силы Альянса провели в Баку курс с личным составом военно-воздушных сил Азербайджана. Курсы были организованы в рамках программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2024 год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...